Всем привет, ребята, меня зовут Руслана, и сегодня будут большие покупки из зоомагазина для животных. Я их достаточно часто делаю, потому что я их как бы люблю, и я хочу, чтобы у них было много всего вкусного. Так, давайте мы уже начнём. Ребята, перед началом видео не забывайте подписываться на канал. Вот, кто смотрит меня и не подписался, подписывайтесь, давайте, потому что у меня на канале будет выходить много интересных роликов. Так, первое, это от фирмы FITO, кольцевит, в общем, это такая вот добавка в еду, это вот, тут минеральные вещества, острогал, экстракт виноградных косточек и витамины. Это, в общем, такой порошок там внутри, это надо добавлять собаки в еду, то есть, например, сколько, вот, миниатюрные породы, мелкие, средние, крупные, меньше крупные, взрослые собаки, две столовые ложки. Вот, я вот добавляю ему в еду, не часто, но, наверное, один раз в два дня, вот так, чтобы у него хватало, в общем, стоило 100 рублей ровно. Вот, давайте дальше. Следующий, это от фирмы VACO, это вот такие вот лаковцы для грызунов, в общем, тут обычные вот такие хрустяшки, без ничего. Я такие как-то шустрюку покупала, а хомяка у меня тогда еще не было, и буду вот им давать целый, по-моему, 26 рублей. Следующий, это от фирмы TRIOL, вот такие вот палочки, это лосось, сейчас, я что-то тут, сейчас. Это палочки тонкие жил с маслом лосося, вот, сыромятная кожа 85%, говяжье сухожилие 10%, лососевое масло 5%. Вот, вот такие листочки, давайте Миша Лёля, Миша просто, чтобы вкусно было, а Лёля немножко погрызть. Ну, хотя оно и для их двоих будет очень мало, говорится, в общем, оно стоило, по-моему, 90 рублей. Сейчас вам покажу, что я взяла, аж точно. Ну, вот, в общем, тут вот такие вот четыре девятушки, вот, я взяла четыре штуки для Лёля и для Миши. Потом делала вот такие вот, не понял, сколько из утки, там вот такие две палочки, вот, вот, такие две палочки мягкие. И делала ещё русская говяжьего для Лёля и для Миши. Вот, чтобы они кушали, а вот у меня вышло, в общем, сами считайте, я сейчас милень, это было по 20 рублей, а, по 15, нет, по 20 рублей, вот эти по лоси. А тут, я попросила грамм, ой, рублей на 60-70, вот, в общем, вот так вышло. Следующий от фирмы Терракот. Лёля скребётся, сейчас у нас сойдёт, думаю, давайте ей откроем. Эй, не дай мне, ни с ума не сойди. Что там? Что там вкусняшки, да? Вкусняшки, вкусняшки, вкусняшки вкусняшки, да? Так, от фирмы Терракот. Вот, это мы сегодня видим деревню, а там есть кошка, в общем, её зовут Лиза, она беспородная, и вот я ей везу вот такую вот консерву, так как там не продаются у них в магазине консервы для кошек, и она это очень редко ест, только когда я покупаю, ей очень нравится. Сидёй. Вот, корм консервированный с печенью, ягненка, овощами в желе. Вот, давайте дальше. Следующий от фирмы Деревенские лакомства, палочки куриные. Мне от этой фирмы также не покупала. В общем, вот такие вот палочки для Лёли. Ну, могу дать Мишу, просто чтобы он сжевал. Но больше я буду Лёле давать, потому что ей это больше нравится. Лёль, чё ты вот тут лазишь, всё портишь. Пожалуйста, не надо. Вот она стоила консерва 30 рублей, по-моему, или 20, или 30, что-то такое, не очень помню. Деревенские лакомства стоили 155 рублей. Давайте дальше. Следующий от фирмы Титбит, это такие ракушки говяжьи лакомства для собак на хор. Вот такие вот ракушки говяжьи или ракушки. Это, видимо, из ушей в соль. Да, особо-то я не понимаю, но выглядит нормально. Её такие понравятся точно и Миша. Вот такие будем давать. Похоже, ракушки это... Имеется в виду, что в ушах у них там... Не знаю, как там выглядит, так что давайте перейдём дальше. Сколько стоит, то хоть убейте, не помню. Юли, ты? Улыбайся. Катя Юли, улыбайся. Улыбаска. Улыбаска. Давайте дальше. Следующее, это тоже для Лизы кошки в деревне. Это от фирмы Дримис или Дримс. Вот такие подушечки. Я знаю, что это не самая хорошая фирма, но... Ей очень нравятся. Прям вот, очень нравятся эти подушечки. Она прям сама от них сходит. И вот везу ей вот такой вот подарочек небольшой. Сейчас фирма Деревенские лакомства. Это вот такие кореньные твисты рассушённые. В общем, это вот такие две... Я такой вот-то покупала одно. У меня даже видео есть, но там в самом низу. Это начальное видео, пока показала магазин. Лёля. Вот, одна будет Лёля, и одна будет Миша идти. Вот такая вот... В общем, это какая-то кость, и снаружи там всё в мясе. Но, если знать Лёлю, она просто сгрызёт мясо и оставит косточку. И просто я подам эту косточку, да, Миша? Потому что Миша любит всё. А ты у нас ешь такое мясо, вот такое вот, да, сушёное? Да? 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 Угу. Ой, нога моя. Лёля. Давай, давайте дальше. Всем, следующий, это фирма Грандорф. Вот такая вот консерва для Лёли. Вот. Адулт, холистик и геопаллергенник. Она такой корм уже не ест, потому что у неё не нравится. Лёля. Лавни. Лавни. Чего ты? Вот. Сколько тут? 80% мяса, грамм тут. Грамм, грамм, грамм. Ну, короче, я не знаю, сколько тут грамм. Написано на грамм, наверное, 100. Может, тут больше 150. Вот и для Лёли. Миша такую давать не буду, потому что для него слишком мало. Следующий от фирмы Рыбята, золотая рыбка. В общем, это корм для рыб я купила. Ого, что у нас заканчивается. Следующий от фирмы Триол, суткой, сытный сэндвич. Это вот такие вот палочки с мясом внутри. Есть такие ещё от фирмы Малина, но у нас такие. Малина не продаётся за в авгазине. В общем, стоили они, по-моему, 90, что ли, рублей. Вот до 100 рублей и не стоили. Ну, точно сколько? 80 или 90. Это стоили 55. Стоил 200 рублей. Следующий от фирмы Seven Seeds. 7 семян с люцерной. Это, в общем, такие вот зерновые палочки для грамм. Оно будет, если это вот две вот штуки. Одну дам хомяку и одну шустрику. Одну дам куки и одну шустрика. Я почему-то хомяка, хомяк называю, а не куки по имени его имени. Ну, ладно, я пытаюсь теперь настроиться. Кстати, есть. Давайте я вам сейчас его покажу. Ну, ребят, он мне достаточно стал большим. Вот такой вот. Пуся. А я Пуся. Вот. Вот. Кто хочет посмотреть, перемотать вниз видео там, где я его только купил. Он был совсем маленький. И сейчас он уже вот такой вот вымахал, товарищ. Так он очень быстрый и вонючий. Я не знаю, почему он так пахнет, но он очень сильно воняет. Вот реально. То есть я ему тоже опилки только недавно поменяла. Вот только. Только только у него всё чисто. И он всё равно воняет. Всё, всё, есть, есть. Спи дальше. Вот. Наверное, потому что мальчика вот так и пахнет. Куки. Куки, 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 куки. Привет. Hello? 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 Что такое? А ты что тут стоишь, выпьешься? Ага. Пойдёмте дальше. И последнее. Это вот такая большая консерва от фирмы Брид. Говядина и печень. Там была ещё от фирмы Happy Dog. Ой, не Happy Dog. Что я помню? Не то. Док Ч... Нет. Нет, была от Happy Dog. Да. И от Док Ча. Вот что-то такое. Вот. Но я решила всё-таки взять Брид. Я знаю, потому что это тоже не очень хорошая фирма. Но это смотря какой раздел. Там у Брида есть разные разделы. Хорошие и плохие. Но это я точно не знаю, какой. Ну, тут вот состав. Говядь. Сейчас. Говядина, печень говяжья, субпродукты, мясные, морковь, железо, еще добавка, растительное масло, злаки, соль, вода. Как бы состав хороший, но тут непонятно в каких количествах это всё. Но это я взяла для Миши, такой консервный лёд. И такой есть точно не будет. Стоил по-моему 175 рублей. Если вам это видео понравилось, поставь палец вверх, подпишись на мой канал. И всем пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока. Пока-пока-пока-пока. Пока-пока-пока. Любнись. Как я лыбался. Как я лыбался. Молодец. Всё, пока.